Привет, дорогие полуночники! Как вы уже догадались, сегодня у нас не совсем стандартный вид ролика получается, прежде всего из-за того, что в этом ролике я общаюсь с вами. В этом видео вам будет именно показана маленькая незаметная операция и в то же время наиболее важная для создания аниматрона, где основная ее сложность в количестве повторений и отладки. Однако, пока говорит Атик, у нас речь пойдет немного о другом, о ряде вопросов, которые очень часто задают, не считая фак. Хотя косвенно они там указаны. Немного в сторону. Ввиду известных причин наше нынешнее направление немного застопорилось, но оно ни в коем случае не остановилось. Злобный ковид, как и вся тема вокруг ковида, подпортила сильно много планов, отношений вне проекта и добавила сложности в жизни, которые необходимо решать. Очень помогли поддерживающие нас люди. А тут я вижу вновь поддерживают как могут. Кто словом, кто делом, кто тестированием сервера. В общем, спасибо вам большое. Именно благодаря вам и живет проект. Особенная благодарность Дмитро. То, что мы тебе обещали, остается в силе. Бодя, добро пожаловать к нам снова. И Хина-чан, я увидел, что ты снова с нами. Спасибо еще раз. Также всей большой группе тестировщиков сервера. Огромное спасибо всем подписчикам, которые не теряют веры и до сих пор с нами. И сразу же первый понятийный вопрос. Для нас сервер – это отдельное приложение, которое запускается на серверной машине, а не сайт плюс клиент плюс сервер. Вот это вот все. Поэтому у нас возникает диссонанс на эту тему. Для нас фраза «Как поиграть на вашем сервере» не одно и то же, что поиграть на нашем клиенте. Клиент новый пока не готов, а сервер тестовый уже запущен. Идеи по изменению геймплея касаются только игрового сервера. Очень мало людей это понимает, когда говорят «А сделайте бег на кнопках продвинутый или нон-таргет-систему». Это не относится к клиенту. Клиент жует то, что дает сервер. Да, там можно доделать логику, и тогда он это все дело отобразит. Хотя иногда некоторые вещи, которые рекомендуют люди из тех, кто понимает о чем речь, предлагают отличные решения, которые мы всегда учитываем и записываем. За что вам огромное спасибо. Второй вопрос. Запуск бетки. Бетка – это один из нескольких последовательных тестов и далеко не самый-самый ближайший. На данный момент до сих пор на стадии закрытого препродакшн-тестирования, на котором мы решили сделать себе несколько инструментов. И я понимаю, что в ваших глазах это долго, но все, что у нас есть – это модельки. И это крайне малая часть того, что должно быть сделано. Сейчас мы пытаемся сделать инструмент с названием Dev Modding Tool. Возможно, и в дальнейшем он выльется во что-то нечто большее, при помощи чего вы сможете создавать что-то свое. Третий вопрос. Новшества и нововведения. Мы все прекрасно понимаем, что какой-то степени линейка не удовлетворяет требованиям современной игры индустрии. Но это пустое. Так как линейка имеет свою собственную игровую систему. Эта система готова, проработанная и имеет условные аналоги в разных сегментах игростроя, которые собраны вместе как раз в нашей любимой игре. Суть проста, что при появлении желания запростить нон-таргет систему или же какое-либо другое типа прыжков – это все, во-первых, меняет L2 к стандартному типу игр на данный момент времени, на данную эпоху. Во-вторых, несколько противоречит идеологии этой игры старого образца, которая живет до сих пор. Никто же не предлагает сделать Diablo с видом от первого лица, хотя я уверен, что такой концепт пользовался бы успехом и в широких кругах. Мы делаем старую версию уровня IL. Вопрос четвертый. А что же там про Unreal Engine 5? Для нас это, по сути, переход на одну из следующих версий. Перелопатить нужно будет много чего, конечно, но не создавать с нуля в Unreal Engine 5. Прежде всего UE5 – это коммерческое название следующей версии UE4. Немного не так, как было с UE3 и UE4. Это не будет таким резким переходом, это будет плавным переходом, так как Team Sweeney подтвердил, что это будет просто апгрейд с одной версии на другую. И вместе с тем мы будем переходить на него только тогда, когда завершим стадию закрытого pre-production тестирования, а может быть и production тестирования, чтобы не получить огромного количества неработающих элементов. Пятый. Реакция на инову. Я очень часто получаю различные возгласы и запросы отреагировать на ту или иную ситуацию с иновой. Как и в любом моем другом интервью, я всегда говорю, что ругать их, по сути, не за что. Люди работают, зарабатывают деньги – это их бизнес. Они так его видят. Судить о том, какую маркетинговую или логическую линию они проводят, не мне. У меня была стычка, но все все поняли, разошлись, немного погудев. Я понимаю, откуда подыл ветер и что за этим последовало. Подобных схлестываний мы больше не получаем. Мы не лезем в их песочницу и, как следствие, они ничего не требуют от нас. У нас разное ПО, у нас свое ядро, свой код, притом в обоих составляющих, а какую-то коммерческую политику на базе параграфа 2-го Иулы от NCSoft Lineage 2. Мы не ведем. И клиент наш будет абсолютно бесплатным. Для скачивания свободно. Шестой вопрос. Lineage 2 Remastered. Кто-то говорит о гонке на L2 Remastered. Никакой гонки нет. Они делают свое, мы делаем свое. Очень большое сомнение в том, что L2R будет идти с C0 или там прилюд. Скорее всего, это будет Classic или новая L2 версия. Также неизвестно, насколько они будут стыковаться с серверами оригинальной L2. У нас свои задачи и свои интересы от этого проекта. Поэтому мы ни с кем не гоняемся. Мы делаем Ил. Ну а в заключение хочу сказать, что мы никуда не делись. И скорее всего, возобновлю вещание ближе к ноябрю. Опять же, по указанным в самом начале причинам. Где я буду уже вносить спецэффекты в проект и тестировать. А ребята будут подтыкать наш DevModding Tool к проекту, который в принципе собирается. Нам предстоит нелегкое время, но мы все делаем. И в конце концов сделаем. Потому что, как было в первый раз, многие в нас не верили, но мы запустили самый-самый первый тест на Token Island и обрисовали уже огромную часть карты. Пока на этом все. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вам понравилась вереница из спагетти, которую рисовал Атик во время этого на экране. Работа на самом деле непростая и достаточно занудная. Поэтому, если что, я прошу прощения за наше отсутствие в визуальном формате. Просто особо нечего показывать. Мы конкретно графонием или графикой, какими-то усовершенствованиями графики, мы особо не занимаемся. Мы сейчас строим основу.